Добрый день, дорогие друзья, вы на телеканале ЕТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальбан, а вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии замечательный гость, писатель, публицист Давид Эдельман. Давид, рад тебя приветствовать. Добрый вечер. Здравствуйте. Давид, тема, которую я хотел бы с тобой обсудить на этот раз, она, в общем-то, одна из самых сегодня популярных, обсуждаемых не только в Израиле, как ни странно, но и во всем мире. Британия, попытки ее расстаться с Европой, знаменитый Brexit, сложилась, по-моему, патовая ситуация, когда почти как верхи не могут, низы не хотят. Что происходит? Можешь объяснить толком? Вы знаете, два с половиной года назад, когда Британия приняла решение, что она хочет выйти из Европы, она как-то, знаете, это было решение о том, что выйти, но непонятно, из какой двери выходить, с какой ноги начинать, куда выходить, как выходить, что произойдет и так далее. На сегодняшний день действительно есть, как вы сказали, патовая ситуация, причем за сто дней до предполагаемого выхода. Дело в том, что то соглашение, которое Тереза Мэй подготовила с Евросоюзом, оно на сегодняшний день не устраивает ни парламентскую оппозицию, ни парламентскую коалицию, никого в Британии, а его изменения не готовы санкционировать то, что называется бюрократ Евросоюза, Брюссель. То есть Жан-Клод Юнкер сказал, вот это соглашение, мы с вами так ним договорились, вот по нему и выполняйте. То есть вам никто не обязан давать льготные условия развода. Если вы уже решились на развод, ну как в знаменитом американском фильме с Дугласом, Майклом Дугласом, там было НТТ, если вы хотите разводиться, то научитесь прощать и расставаться. И в Британии развод должен стоить очень дорого. И вот сегодня они оказываются в ситуации, когда за 100 дней до выхода они не знают, что делать. — Но ведь раздаются голоса о том, чтобы провести повторный референдум. — Вот это очень интересное. Понимаете, голоса о повторном референдуме, самое интересное, что они раздаются не только со стороны прессы, не только там со стороны блогеров, социальных сетей, все понятно, и даже не только со стороны парламентской оппозиции или Борисской. Они сегодня раздаются из самого, вот так сказать, ближайшего круга ТРСМИ. Люди говорят, люди вот и министры, и руководители канцелярии, и такие люди на самых доминантных постах говорят, что повторный референдум — это, собственно говоря, единственный выход — двинуться вперед или назад. Почему вперед или назад? — Они это, конечно, когда мотивируют, они говорят, что если будет повторный референдум, то это даст соглашению Терезе Мэй, которая сейчас лежит на столе, большую легитимацию провести его через парламент. Потому что есть большой шанс, что то соглашение, которое Терезе Мэй ведет в парламент, оно через парламент не пройдет. Там есть очень много технических пунктов, ну, допустим, границы между Ирландией и Северной Ирландией. Ирландия, одна входит в состав Объединенного Королевства, в состав Великобритании, другая остается в ЕС. У них, в принципе, должна быть прозрачная граница. А как может быть прозрачная граница, если одна выйдет из ЕС? И это большая техническая проблема, как ее решать. Опять-таки, вопросы еще десятки таких вот технических проблем, которые очень трудно решить. И вот они говорят, давайте мы сделаем так, чтобы это заново выставилось. Конечно, мы надеемся, что это даст больше легитимацию. С другой стороны, видя опросы, самый скромный опрос говорит, что 54% британцев за то, чтобы уже остаться в Евросоюзе. А есть и опросы, которые говорят, что это значительно больше. Ну, а если это отменят, так это еще лучше. Ну, если не референдум, так, может быть, досрочные выборы. Ну, то есть, как-то, давайте, пусть народ перерешает этот вопрос. Ну, вообще, мне это напоминает, может быть, я не прав, но ощущение такое, что я наблюдаю детский футбольный матч, когда, помнишь, как три угловых пенальти, вот это из той же серии. А о чем они думали, когда проводили референдум? О, вот это хороший вопрос. Ведь было народное вылезливение. Ну, вот у меня всегда, когда это мне говорят, мне всегда хочется человека спросить. Ну, скажите, а было ли в вашей жизни когда-нибудь, что вы вот познакомились с человеком, и вот вечером он вам понравился, а утром, не обязательно следующее утро, может быть, через месяц, через два месяца, через полгода, через два с половиной года, вы посмотрели и поняли, что это не ваш человек. Ну, вот может быть, не в вашей жизни абсолютно безгрешной, безошибочной, а вот жизни кого-нибудь из ваших знакомых. Могло быть такое? Вот вечером посмотрел, очень понравился, а потом вот понял, что это не на всю жизнь должно быть, да? А вот почему вы считаете, что в жизни страны такого не может быть? Вы можете сказать, не, но страна должна быть более осмысленной. Нифига. Извините, пожалуйста. Человек, когда там парень с девушкой, или там женщина с мужчиной, когда они знакомятся, они как минимум даже в сильном подпите смотрят друг на друга. Но ты, мне кажется, немножко упрощаешь. Как же быть тогда со самополагающими принципами демократии? Британия, Британия, демократия. Если, условно говоря, они выбрали премьер-министра на четыре года, и вдруг он британцам разонравился, не парламенту страны, а британцам. Что, давайте по-моему, и по-моему. Его можно переизбрать через четыре года, или через какой-то срок. Опять-таки, может случиться парламентский кризис, опять-таки, учитывая волю народа, и премьер-министры у них иногда уходят, просто потому что перестают нравиться большинству населения. Такое в Британии это постоянный случай, это не Израиль, где премьер-министр сидит в бункере и сидит до упора. Смотрите, именно демократия позволяет как-то изменять, исправлять ошибки. Ну, их прописано, законно где-то. Давайте вопрос. Насколько был осмысленным выбор два с половиной года назад? Вот я вам сейчас приведу несколько примеров. Точные. Русские хакеры. Есть запросы Гугля. Что люди спрашивали у Гугля? Это самое точное измерение. Что британцы в это время спрашивали у Гугля? Знаете, один из самых популярных вопросов до референдума был вопрос, входит ли в Россию в состав Евросоюза. Они, собственно, когда голосовали, они отделялись от России. И когда уже референдум прошел... Неужели настолько все плохо у него? Когда референдум прошел, тут выяснилось... Вот тут Гугль опубликовал запросы. Самый популярный вопрос был после референдума. Что такое Евросоюз? Что такое Евросоюз? Какие страны в него входят? Что означает быть в Евросоюзе? И так далее. То есть, люди уже после того, как проголосовали, они начали спрашивать, а что они проголосовали? Причем, что самое интересное, выбрасывать акции и облигации, которые мгновенно упали в цене, начали не только те, кто голосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе, но и те, кто голосовали за то, чтобы выйти из Евросоюза, они тоже сразу же начали сбрасывать активы. Почему? Потому что они знали, что это упадет в цене. Это, знаете, напоминает Россию 96-й год. Стоит старушка в очереди. Зачем стоишь? За сахаром. Почему стоишь за сахаром? Коммунисты власти придут, но с сахаром снова станет дефицитным. Бабушка, за кого будешь голосовать? За коммунистов. Очень интересная вещь. На том референдуме произнесла следующая вещь. Один из этих людей, он выражает сожаление, он говорит, за кого ты голосовал, за что ты голосовал? Он говорит, я голосовал за выход из Евросоюза. И он говорит, подождите, ну а что ж ты выражаешь сожаление? Он говорит, ну я же не знал, что я окажусь в большинстве. То есть, что в принципе, что обозначал этот референдум? Это была телеграмма недоверия, телеграмма протеста Европейскому Союзу. В Англии, и кстати не только в Англии, но и во многих других странах, есть выборы в Европарламент. И на выборах в Европарламент достаточно часто побеждают евроскептики. Почему? Потому что Европарламент никак не влияет на жизнь самой страны. Допустим, в Англии, по-моему, партия Файджа получала на выборах в Европарламент большинство голосов, 30%. А на выборах внутри Британии они не побеждали ни в одном округе. То есть, к выборам Европарламент относились как выборы, которые не влияют на нашу жизнь. Это просто, мы показываем этим евробюрократам вот этот палец, да? И пусть они типа, это протестная телеграмма, это выражение евроскептицизма, мы так выступили против мигрантов, мы так выступили против европейских пошлин или что-то еще. Но это никак не влияет. А вот к внутренним выборам мы относимся более серьезно. А тут получилось, что к референдуму, который будет влиять на их жизнь, где они, собственно говоря, рискуют собственной шкурой, они отнеслись как к безвредным выборам Европарламента. Окей, тогда возникает стандартный русский вопрос, кто виноват и что делать. Андрей, в видеомократии есть очень хорошая вещь, можно перерешить. И если сегодня, вполне возможно, именно консерваторы, которые возглавляли процесс выхода из Евросоюза, они говорят, давайте сделаем новый референд, чтобы получить больше легитимации. Это, в принципе, для них безошибочный шаг. Ну, то есть, безошибочный шаг в том смысле, что трудности, которые есть. Либо они получают большую легитимацию, и тогда уже с этой большей легитимацией сквозь слезы, пот и финансовые трудности в многом разорении, многое. Потому что обещали же, как только выйдут из Евросоюза, будет куча сэкономленных денег на мигрантах, на выплатах, на все остальное. Вдруг выяснилось, что это не куча сэкономленных денег, во-первых, во-вторых, Евросоюз тоже что-то дает. И, в-третьих, Евросоюз это такая структура, где вход рубль, выход два. Либо они проводят референдум, и тогда уже получают легитимацию вести этот народ сквозь пот и слезы, либо они проводят референдум, им народ говорит, а мы передумали. И тогда они никого не должны выводить никуда. Но, правда, скорее всего, в очень скором времени будут общие выборы. Скорее всего, консерваторам придется поменять Терезу Мэй. Если они поменяют Терезу Мэй, то, я думаю, что у них есть большой шанс победить Либористов остаться у власти, но просто пожертвовать собственным премьер-министром. Ну, с другой стороны, последний вопрос у меня, Давид, если то, что называется, они решат переголосовать, не подкладывают ли они тем самым большую вкусную конфету, не свинью, а конфету, перед выборами Либориста, Джейми Корбину? Я понимаю, но именно учитывая, что там Джейми Корбин, который мы знаем, не знаем его шансы, то я повторяю, у консерваторов, скорее всего, сценарий консерваторов будет такой, что, если будет переголосование, то они жертвуют несколькими фигурами, что для такой партии достаточно обычное дело. Я, кстати, Корбин, поддерживал тоже выход. Ну да, потому что все поближе-то поддерживают. Они жертвуют несколькими фигурами, они, скорее всего, жертвуют Терезой Мэй, которые не очень популярны сегодня в Британии, они жертвуют несколькими одиозными евроскептиками, и неужели Борисом Джонсоном они пожертвуют? я думаю, что вам его не жалко, мне тоже. Но они пожертвуют несколькими клоунами, и могут благодаря этому составить более адекватную команду и пойти с ней на выборы и выиграть. Могут проиграть, но в принципе ситуация, которая есть у них сегодня, у них сегодня именно патровая ситуация, и в этой патровой ситуации любой выгод лучше, чем то состояние, которое есть на сегодняшний день. Ну что ж, пожелаем, как говорится, флаг им в руки и вперед из песни. Спасибо, Давид, за этот анализ, спасибо, друзья, что были с нами, всего самого доброго, до новых встречи. Субтитры сделал DimaTorzok